Девушки отдыхают Ну, она отдельно будет от всех ютубов и фейсбуков Просто своя внутренняя, приватная, частная, официальная сеть Для релакантов, да? Для возвращенцев, вы имеете ввиду? Ну, давайте попробовать можно, да? Чтобы люди именно собирались Да, вот сейчас у вас, например, есть ютуб, да? Вот этот вот сайт есть, который вы нашли? И что тут нетам.ком Это вот будет написано, что форум русскоязычных женщин в США Там в основном для женщин, но у нас есть и мужчин У нас там есть Глеб такой классный Это ваш, да? Это мой, да, это мой И там, если вы туда зайдете Там целые у нас уже, ну, целые топики посвящены переездам То есть у нас уже, некоторые уже вернулись Некоторые с американскими мужьями вернулись Некоторые пока что сами по себе вернулись Некоторые уже построили себе дома Либо купили квартиры, вот как я И мы обмениваемся А много, которые хотят вернуться Я там про все Я там про работу Поиск работы Документы Как восстанавливать там паспорта Права Медицинские страховки Получать, как деньги переводить Каким путем Как покупать квартиру Ипотеки Рассрочки В общем, там целая гора Информации это на этом форуме есть Ну, на ютюбе я, соответственно Выкладываю видео с инструкциями Либо записями даже экрана Да, вы мне немножко подвезли Ну, классно Да Поэтому Ну, я рада, что вы возвращаетесь Как вас зовут? Костя Костя, меня Юля Ну, с тем, что После того, как вы столкнулись Вот с такой ерундой Я, конечно, понимаю Что вы решили вернуться Ну, да В общем, да Да, друзья Остались у вас там? Где? В России? Да, в России есть родственники, друзья Конечно Ну, я в России часто бывал И бываю Последний раз был в октябре Ну, это, конечно, отлично Потому что, вы знаете Есть люди Которые Вот сегодня разговаривала с мужчиной Он говорит Он сам с Молдовы Он говорит Вообще никого не осталось Ну, потому что в Молдове Там ситуация Как у прибалтов Понимаете Плохая Он говорит Миллионы людей выиграли Миллионы И он говорит У меня уже все, говорит Ростственники Знакомые Друзья Кумагия Все, говорит Уже или в Германии Или в Польше Или в Англии Где угодно Только не в Молдавии Потому что народ Ну, я так поняла У них там Уже как они Они либо Они либо Они не в Евросоюзе Еще Да Но они, по-моему Члены Евросоюза И им какие-то там Визы И упрощенная у них Какая-то система Работы есть И они, говорит Уже все свалили У меня, говорит У меня, говорит Вообще никого не осталось Там Из знакомых Из визенников Мне тоже хорошо Что у меня все тут У меня вся семья Тут в России Да То есть Ну, в России Все сидят А вот те, кто там Из этих Молдовцев Всяких и так далее Они уже все Позбегали Да, из Прибалтики Уже все туда убежали И людям возвращаться Уже некуда То есть Уже никого не осталось У них Из знакомых Из родней Я говорю Ну да, печальный случай Вот он сейчас сидит Он говорит Я на пенсии Я говорю Хватает вам пенсии В США выживать Он говорит Вот так осталось Чтобы я начал уже Свой фурланкей доставать И оттуда деньги Начать черпать Потому что, говорит Уже мне пенсии не хватает При этом у него Выплаченный Довольно дешевый Таунхаус И он у него Выплаченный А если бы это было Еще не выплачено Либо было бы подороже У него Он говорит Мне бы уже не хватило А так говорит Мне просто повезло Что у меня был дешевенький За 150 тысяч долларов Таунхаус И он за 30 лет Его выплатил То есть Но он Говорит Все равно продолжают платить И за медикир Надо платить И HOA надо платить И электричество Коммуникации Налог на дом И в общем Те-те-те Цены поднялись И в итоге Говорит В конце месяца Вот Говорит Буквально Вот чуть-чуть Говорит Осталось Что и мне Говорит Не будет пенсии хватать Ну да Примерно Раз в 7 Все дороже Здесь Чем в России Раз в 7 Примерно Да А у вас план есть Чем-то Заниматься Когда вы вернетесь Ну да Я не могу сидеть Сложа руки Ну вы преподаватель Да Вы преподаватель Я преподавал Да Я преподавал Вот Ну Айтишную дисциплину Ну Так Вот Да Он преподавал Ну я думаю Что у вас Если вы с этим Связаны С преподавательством У вас Наверное Не будет проблем Устроиться В России Тем более Вы едете В ту сторону Где Москва Там будет попроще У нас в регионах Немножко сложнее Устроиться на работу Все хотят Чтоб ты в Москве был Если это крупная корпорация Какая-то Вот я столкнулась С тем Что Хотят Чтоб в Москву У нас есть Вот для вас Позиция такая-то И такая-то И зарплата солидная Но Не хотите ли вы Переехать в Москву А если ты не хочешь Перережать То Немножко сложнее Ну да Странно Почему У вас Там Ну видимо Есть для этого причины Москва Там Что-то у них Там близко Чего-то где-то И аэропорт близко И Всякие министерства И банки Да Вы знаете Сконцентрировано Все в Москве Но это как-то Ну Очень странно Потому что Вы знаете Да как в США Ну Компании У них филиалы По стране То есть Можно Работать Крупной компанией Но Быть В Техасе Либо там Где-то там На восточном побережье Либо еще То есть По нескольким штатам Филиалы Ты можешь работать На головную компанию Которая находится Например В Нью-Йорке Либо в Сиэтле Но при этом Работать в офисе Который Ну Бранч Да Филиал Скажем так В Техасе В Техасе В Техасе В Том же Это не проблема А тут у них В Москве Филиалов Нет Я имею ввиду Под филиалами Корпоративных Филиалов Не то что Знаете Представительство Магазинчик их Мне сделали замечание Я как-то Сказала Про это Что Ну вот Нет филиала Мне сказали Вот полно Магазинов Ты к ним заходишь По стране В магазине Покупаешь Я не это имею ввиду Под филиалом Я имею ввиду Корпоративный Филиал Где может работать Человек Маркетолог Финансист И так далее А вот у них Только в Москве Такой вот Корпоративный Как бы офис И В регионе Нет ничего Вот Поэтому Дистанционно Найти сейчас Работу Тоже посложнее Но в моей области Вам я думаю Будет проще Потому что Вы с IT связаны И вы едете В Московскую Ну туда ближе К Москве К Питеру Вам Ну мне кажется Вообще проблем Никаких не будут устроиться Не знаю Посмотрим Ну Я думаю Что у вас Все хорошо Я вас Я вас добавила К себе В друзья Да Вы у меня В друзья У меня добавили В друзья А там есть Вот Если вы Под моим лицом Под моей Иконочкой Моим экраном Посмотрите Там такая маленькая Кнопочка И Ну такой Как бы Квадратик Беленький Если вы Наверное Возвольте Кричат Я вижу Вижу Вы на него Нажмите Я вас уже добавила Добавить Друзья Да Вон меня уже В друзья Все Я вас уже Добавила И там Вот и чат Есть Юлия Да Отлично Да Вот наш чат Ну это интересная Ну это интересная Штука Я сегодня Сегодня Я эту штуку Обнаружил Зашел Ну ничего себе Познакомился С интересными людьми Поговорил Да Трое Меня А вы знаете Что Вы еще Интересно Если вы Подпишитесь То пойдете На мой канал И Там у меня В описании Моих Вот В этих Обычно Рассказов Про перевод денег Про работу Про ипотеку И так далее У меня Там есть В описании Моя информация Там мой Имейл Есть Если что Спокойно Пишите Вдруг какой-то Будет вопрос Или там Предложение Вот Либо что-то Вам нужно Будет узнать И я могу Вам помочь Пишите Просто мне Напрямую Я каждый день Проверяю Имейлы Если что Ну если вдруг Потеряемся В рулетке Если что В рулетке Тоже можно Либо в чате Написать Либо позвонить Вот вы Смотрите Что у меня Зелененькая Лампочка горит Значит я в сети Иначе я в рулетке И можете Там Такая Там есть трубочка Телефонная Нажимаете И даже если Я буду с кем-то Другим Разговаривать Я вижу Что вы мне Звоните В рулетке Это только В этой рулетке Такая функция Есть И мы можем С вами Звониться То есть Если вы в сети И я в сети Видите Вот видите Нажмите на эту Коночку Где я Видите Чат А после чата Call Вот если Нажимаете На этот Call И вот Видите Зеленый огонечек Горит Напротив Значит в сети Человек Вот я Например буду в сети И вы в сети Я с кем-то Даже могу С другим Разговаривать Но вы Увидите Что я в сети У меня Зелененький Горит Вы можете Нажать Call И мы с вами Соединимся В чат Рулетки И переговорим Смотри До чего Дошел прогресс До чего Да И вот эта Рулетка наша Она прямо Вообще Классная У нее столько Упций Которых В других Рулетках Не было Вот В общем Держитесь На связи Я рада Что вы возвращаетесь Вы прямо Бальзам на мою душу Мне конечно Хотелось бы Что те люди Которые пострадали В США Поняли Что такое Демократия Да Хлебнули Да А я У меня В Коснодаре Родственники Да вы что Вот Это раз Да И Там Есть такая У нас идея Что-нибудь там Прикупить Какую-то землю Умер Ну хотя бы Квартиру сначала Так что я Коснодарю вас Буду Если будете Либо вот так Звоните в рулетку Если я не в сети Или не вышла То Эмейл можете написать Что вы едете Вот И я вам дам Телефон свой Краснодарский Уже российский То есть Я хожу за телефоном У меня один Американский телефон Один Я в России Уже прикупила себе Телефон И на них уже Открыла все Там И карточки Кредитные Дебетные У меня уже Там Инвестиционные Уже портфель С Альфа-банком Открыт Ипотеку Я уже взяла И квартира У меня уже В новостройке Достраивается В общем Я тут Шуршу По полной Программе Понятно Ну круто Правильно Ну вам хорошего Тогда вечера У нас уже тут Поздняя ночь Я уже побегу Вот Было очень приятно С вами поговорить Да Вы кстати сказать Не будете против Если я Выложу Я в принципе Записываю Периодически Потом У вас с вами Такой интересный Разговор был По поводу Что случается С людьми Если они против Системы идут Я думаю Что это будет Очень интересно Узнать Тем кто в России Живет И думают Что там В Америке Демократия Я могла бы Выложить Если вы хотите Я могу лицо Закрыть ваше Чтобы вас не видно Было вообще Не надо Просто расскажите Обо мне А насчет Видео Мы В Краснодаре Сделаем Сделаем Да Запишем Ну давайте так Ну я могла бы Вас вообще Когда мы будем готовы Когда я буду Одет прилично Я могу вас вообще Закрыть Вот вместо вашей Вот этой иконки Я могу котика Поставить Либо там Флаг российский Или что-нибудь такое И закрыть Мне кажется Людям просто будет Действительно интересно Услышать Что так Можно пострадать Из-за того Что вы Не пошли С политикой Нет Просто перескажите Просто Перескажите Ну не поверят Вы знаете Многие же Промыты мозги Они думают Что тут такая демократия Так Такая Демократия Тут людям Свободу слова Дают Когда рассказываешь Сам по себе Говорят Да ты просто Пропагандистка Ты вот просто Пропутинская И не верят Поэтому вот Если попадается Реальная история Как у вас Прямо иногда Хочется дать Людям это услышать Я говорю Я могу голос поменять И закрыть И закрыть Полностью Лицо Ваше Оооо И голос Поменять И голос Да Меняется Программа Есть очень Нехорошая Программа В которой Редактирую Видео И там Можно голос Вообще Изменить Ооо Ну Я говорю Лучше Это Краснодар Раз Не поверят Ну попробуйте Измените Голос Поставку Давайте Я вам потом Ссылку Слушаю Вы посмотрите Вы посмотрите Если вы утвердите Если вы утвердите Что Ну Вы видите Что голос Изменен И лицо Закрыто И вы Если дадите Добро Просто что Вот такую Историю Как у вас Я говорю Люди Некоторые Не верят Если я Рассказываю Они говорят Это ты Рассказываешь Ну про кого Кто-то Я же Не про себя Рассказываю Что со мной Случилось А рассказываю Про людей С которыми Случилось Это Выдумываешь Поэтому Хочется Чтобы Ральная История Была Понятно Понятно Хорошо Вы здесь С меня Вышите Я вам Здесь Вышлю Да Если вы Напишите Емейл Было бы Лучше Классно Но я вас Добавила В друзья Сейчас Я вам Подождите Давайте Напишите Если С вами Емейл Напишу Я Когда Претектирую То посмотрите Если одобрите То я Тогда Выпущу Получило Получило Все Копируйте Обязательно Ставьте Сейчас Сейчас Копирую Чатик Копируйте Себе Сохраняйте Обязательно Сейчас Потому что Если я Из этого Чата Уйду У этого Рулетки Это Будет Хотя Какая-то Сморка Сейчас Дайте Я себе Это Припишу Куда-нибудь Чтобы У меня Сохранилось А как Еще Раз Вас Зовут Костя Костя Все Костя Записываем Ваш Имейл Вот У меня Так Костя Костя Все Шикарно Я Вас Я Взяла Данные Ваши Взяла И Давайте Держаться На связи Тем более Что Вы В Краснодар Едете Будете Ехать Дайте Знать Что Вы Уже В пути И Расскажите Потом Как Ваш Маршрут Пройдет Если Вы Все-таки Решите Через Хельсинки Ехать Я думаю Это Будет Всем Уезжающим Интересно Узнать Как Этот Маршрут Я Летела Через Турцию Меня Пропросили Прям Досконально Рассказывать Как В Турции Там Марокко Там Заставляют Американских Граждан Выходить Через Границу Ну На канале Можете Видеть Видео У меня Посмотреть Выгоняют Выйти Через Границу Назад В Турцию Надо Купить За 35 Долларов Визу Турецкую Даже Если Вы Не Собираетесь Там Быть Чтобы Получить Багаж Возьмете Багаж И Назад Через Таможню У нас Нового Аэропорта Представляете Что творится Потому что Мы Залетаем По Американскому Паспорту А Вылетаем В Россию По Российскому И Это Мелочь А то Что Мы По Одной Кредитной Карточке Не Можем Купить Два Билета У У Них Теперь Билет До Турции На Американскую Карточку А Билет До России Только Система Мир На Российскую Карточку То есть Американская Карточка Вы Не Можете Купить Билет Российский И Они Не Видят В Аэропорту Что Вы Транзитный Пассажир И Ваши Чемоданы Выбросят И Вам Надо И Забирать Выходить Через Границу Забирать Чемоданы А Чтобы Выйти Вам Заставят Купить Визу Аэропорт Очень Большой И Очень Бестолковый То есть Не то Что Там Компактно Все А у Нех Вот Тут Прилет А Багаж Вообще Бог Знает Где И Через Аэропорт Километр Бежишь Туда Бежишь Обратно Сумками Туда Сумками Обратно Это Какой Ужас И Даже Если У меня Было Четыре Часа Времени Между Самолетами Я Еле Еле Я Успела Выход Через Таможню Назад Через Таможню Потом Опять На Таможню В Россию На Российскую Линию И В общем Такое Все Бестолковое Что Очень Стрессовая Вся Процедура И Я Рассказал О всем Чтобы У людей Был Запас Времени Я Говорю Вы Не будете Транзитным Пассажиром Никак Потому Что Санкции И На Наши Российские Карточки Санкции Наложены Соответственно Билет Теперь Из Турции В Россию Вы не можете Купить Американской Карты Только Надо Российскую То есть Вы сами Купить Тоже Не можете Вам Должен Какой-то Родственник В России Купить Этот Билет Пока Вы Себе Не Забедете Российскую Карточку Уже Личную Вот И Мне Пришлось Звонить Сестре Папе И куме В 4 Часа Ночи Чтобы Они Мне Покупали Этот Билет На Самолет Либо Потом На Электричку Из Сочи В Краснодар Потому Что Самолет В Краснодар Из Сочи Не летает И Самолета Прямого В Краснодар Нету Из-за СВО Поэтому Нам Нужно Лететь Кто На Юг Летит Через Сочи А из Сочи 6 часов На Электричке Ехать В Краснодар И Билет Вы Тоже На Электричку Свою Американскую Карточку Уже В Среди Ночи Будить Кто Разбудился Одному Звонишь Мне Не Будет Кума Такая 4 Часа Утро Я Билет Нашла Пойти За Билет А Просто Номер Карточки Вам Не Поможет Потому Что В России Система Такая Что Они Должны Вам Прислать СМС С Подтверждением Кода На Телефон Который Привязан К этой Карточке Так Они Мне Дали Карточку Приходит СМС Вы Должны Разбудить Этого Человека Чтобы Он Вам Сказал Какие 4 Цифры Пришли Чтобы Ввели Этот Код В общем Там Целая Моя рубка Была Первый раз А когда Я уже Приехала Первый раз Поменяла Паспорт На Внутренний И тогда Я открыла Уже Сбербанке Себе Карточки Дебетную Кредитную Тогда Я уже Улетала На совсем Я смогла Сама Покупать Себе Билеты И так Далее То есть Вам Это Все Предстоит Но Хотя Вы Ездите Может У вас Все И так Есть Все Не буду До Связи До свидания Дети Человек Возвращается В Россию Я надеюсь Вы поняли О чем Шла Речь О том Что Мужчина Не согласился Принять Повестку Голубую И его Буквально По собственному Желанию Уволили Из колледжа В котором Он преподавал ИТ И вот Если вы мне Не верите То я вам говорю Что такое Случается Довольно часто А потом говорят Почему вы Возвращаетесь Из США Потому что Вот такая Ситуация Началась Вот И Когда люди Выходили замуж В Америку И уезжали Либо Переезжали По каким-то Рабочим Либо По грин-карту Выигрывали Никто же Не знал Что такое В стране Произойдет То есть Это даже 20 лет назад Нельзя было Даже подумать Что детям В школе Будут рассказывать Про 30 Каких-то Полов Которые Существуют И что Девочка Может быть Мальчиком Даже в голову Такое Не могло Прийти Вот И потом Такие Как бабичи Бегают И орут Вот Ты там Америку Предала Нет В Конституции Не записано Что можно увольнять Людей За то Что они Не поддерживают Повязку Голубую Извините Это как-то Вообще Против Конституции Против страны Против ценностей Против семейных Ценностей Против любых ценностей Поэтому Если Некоторые Считают Что Вы предали Америку То что Вы не соглашаетесь Жить с этой Голубизной То Люди Самих Что-то с головой Не то Америку